В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Обеспечить жителей Ненинского округа рабочими местами. Парламентарии поручили администрации решить вопрос с безработицей. Петарды детям не игрушки. Жители улицы Южной подозревают подростков в неумышленном поджоге. Почту круга рейсом. В Заполярье продолжается программа чартовых перевозок грузов и посылок по совмещенным маршрутам. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска информация об эпид-обстановке. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители Наринмара и иногородние граждане. Такие данные на утро 9 декабря приводит Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 694 подтвержденных случая. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 4 пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровней референс, находится 61 пациент, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек. Находятся на амбулаторном лечении 51 человек. Реализацию мероприятий по итогам Дней Ненинского округа обсудили парламентарии на очередном заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Напомню, в январе 2020 года в Совете Федерации состоялись Дни НАО. По итогам мероприятия было принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Ненинского округа. Ольга Руссул продолжит тему. Документ содержит конкретные рекомендации в адрес правительства Российской Федерации, федеральных министерств, исполнительной и законодательной власти округа. В части рекомендовано предусмотреться финансирование строительства зданий инфекционного отделения и пристройки к окружной больнице, приобретение МРТ, строительство нового здания коррекционной школы, мероприятий по реконструкции морского порта в Нарьинмаре, выделение округу дополнительных межбюджетных трансфертов для решения проблемы высокого процента износа инженерной, социальной и коммунальной инфраструктурной территории округа. По строительству пристройки главного корпуса в Нарьинмаре, значит, на сегодня документация, она есть по пристройке, все, она достаточно большую сумму представляет, поэтому была не поддержана ни на данном развитии, значит, мы планируем повторить эту историю. Сейчас у нас в комитете должны были обсуждаться по пристройке, значит, где-то цена вопроса, наверное, 200, значит, но я думаю, что мы продолжаем эту работу, и крайний срок, как Сергей Анатольевич, до 1 февраля готовится, он актуализирует данные по этой пристройке. По словам Татьяны Лагвиненко, все заявки на включение обозначенных мероприятий были направлены в профильное ведомство, но были отклонены из-за ограниченного бюджета. При этом по отдельным объектам получено положительное решение. В 2021 году Ненецкому округу выделят 5 миллионов рублей на создание модульной библиотеки в Красном. Рапортовой инфраструктуры сельских населенных пунктов, здесь, значит, работа ведется, значит, но мы сейчас запрашиваем с полярного района, в какой стадии передачи этих площадок, и по получению, потом доведем информацию, что у нас есть. Также в следующем году запланировано выделение средств из федерального бюджета на проведение капитального ремонта Дома культуры поселка Красное и Центрального дома культуры Воме. Размер субсидий составит 18,8 миллионов рублей. На 2022 год предусмотрен капремонт Дома культуры в селе Коткино. Мы заслушали информацию, и Департамент финансов предоставил нам, какая дальше будет проведена работа в этом направлении, будет заседание комитета, и будет, как работают вместе с администрацией сенаторы в этом направлении. Депутаты предложили проводить совместную работу, чтобы максимально привлекать федеральные средства в округ, в том числе создать рабочую группу по мониторингу реализации постановления. В соответствии с планом реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, в текущем году было предусмотрено 75 мероприятий. Темпы их реализации обсудили депутаты на заседании профильной комиссии. Доклад о реализации мероприятий по стратегии развития региона представила руководитель Департамента финансов Татьяна Лагвиненко. Она отметила, что в 2020 году удалось обновить компьютерное оборудование в школах округа, создать несколько точек роста, ввести ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для поддержки семей с низким социально-экономическим статусом и другие. Вице-спикер окружного парламента Матвей Чупров поинтересовался, что сделано по развитию глубокой переработки продукции оленеводства и отправки оленины на экспорт. Депутат Татьяна Федорова отметила, что цель любой стратегии – повышение качества жизни. населения, в том числе за счет снижения уровня безработицы. Посмотреть, что можно за счет бюджета, а что за счет привлечения инвестий инвесторов. То есть надо создать и конкретно его назвать, разработать программу создания рабочих мест на ближайшие 5 лет, на ближайшие 10 лет, что мы будем делать, чтобы появились дополнительные рабочие места на территории округа, в том числе и сельской местности. Строить за счет бюджета новые рабочие места на сегодняшний момент бюджет не позволяет. Мы идем путем в соответствии со стратегией привлечения инвесторов, которые будут делать и создавать. Парламентарии решили, что в апреле 2021 года заслушают администрацию округа по итогам работы за год и совместно определят, какие еще необходимо принять шаги. Итоги обсуждения подвела председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. Самое главное, чтобы были созданы дополнительные рабочие места, для того, чтобы не уезжали отсюда молодые люди, чтобы было дальнейшее развитие округа. Эти все вопросы были также поставлены. И принято решение о том, что по итогам работы за этот год мы уже в апреле вместе с администрацией заслушаем и, может быть, создадим какую-то рабочую группу, для того, чтобы на самом деле какое-то продвижение было, чтобы молодые люди и вообще, чтобы жители Нинско-автономного округа были обеспечены работой. Окончательная информация по итогам 2020 года по исполнению плана мероприятий будет сформирована в марте 2021 года. Затем, согласно порядку разработки и реализации стратегии, годовой отчет по исполнению плана мероприятий рассмотрят на заседании администрации. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Наринмаре пожарные ликвидировали возгорание в подъезде 12-квартирного дома по улице Южной. Очевидцы говорят, что причиной могла стать брошенная детьми петарда. Александра Литкова расскажет подробнее. Елена Одинцова вышла из квартиры около двух часов дня, чтобы забрать ребенка из школы. Дома ее не было около 20 минут. Уже подходя к дому, увидела пожарные машины, стояли две машины, и пожарный расчет уже выходили из подъезда. То есть это все произошло буквально, пока меня не было дома, 20-25 минут. Квартира не пострадала, было все в дыму, было все в дыму, и пепел был повсюду кругом. Дым, пепел и угарный газ. И вот как рассказывает верхняя соседка, они уже не смогли выйти из дома, к ней пришла знакомая. Выйти из дома, им помогали уже выйти сотрудники пожарной охраны, выйти уже из дома, когда уже был ликвидирован очаг возгорания. В это время ее соседка находилась в своей квартире на втором этаже со своей знакомой. Почувствовать запах дыма, женщины сразу позвонили в 112. Я была на кухне, почувствовала запах. Ну, я это как раз готовила, думаю, может быть, у меня что-нибудь пригорело. Посмотрела, говорю, Лида, иди посмотри, может быть, что-то горит. Она нет. Потом смотрим, буквально из двери пошел дым, черный. Мы дверь-то приоткрыли, а там вообще все в дыму, черный-черный дым. Из-за едкого черного дыма они не смогли самостоятельно покинуть квартиру. Уже спустя время пришло осознание всей серьезности ситуации. Если бы возгорание произошло ночью, деревянный дом 1967 года постройки вспыхнул бы как спичка. Мы были в квартире, все форточки открыли. Потом, когда они погасили это, открыли дверь, чердак открыли, все, дым туда ушел, везде. И сказали, что нам нужно выходить. И помогли нам выйти, да. Потому что было здесь темно и бесточено, вообще все темно было. По версии жильцов дома, к ним в подъезд неизвестные подкинули петарду, после чего загорелся пол в подъезде. Впрочем, причин возгорания сейчас выясняют дознаватели. А поиском злоумышленников займутся полицейские. По словам соседей, примерно в два часа дня они увидели, как из второго подъезда выходят двое неизвестных молодых людей. Именно в это время жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, которые и установили место возгорания под лестничным пролетом на первом этаже. По словам спасателей, возгорание было небольшим. А вот черный дым от горения детского транспорта заполонил весь подъезд до чердака. В 13.58 на пункт связи пожарной части номер один по городу Наринмару поступило сообщение о возгорании в подъезде дома по Южной 36. По прибытии на место дежурного караула было обнаружено горение под лестничным маршем во втором подъезде. Горение было оперативно ликвидировано. В ходе данного происшествия пострадали вещи, которые хранились под лестничным маршем, принадлежащие жильцам данного подъезда. Тем временем управляющая компания подсчитывает убытки. Рабочие приступили к замене электропроводки, а в ближайшие дни проведут ремонт в подъезде. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Доставки продовольствия в села и на острова продолжают компенсировать. Финансирование остается на уровне нынешнего года. Об этом в ходе совещания главы региона сообщил руководитель Департамента природных ресурсов «Экология ПК НАУ» Альберт Чабдаров. Он отметил, что изначально в связи с дефицитом бюджета было практически обнулено финансирование по трем важным статьям расходов в пользу поддержки оленеводства и молочного производства. Это возмещение части затрат по доставке товаров на острова Колгуев, Вайгач и в поселок Амдерма. А также возмещение затрат по доставке продовольствия села региона и финансирование празднования Дня Оленя. Вопросы для нас чрезвычайно важные. Даже невзирая на то, что у нас сейчас нет свободных средств, тем не менее День Оленя напрямую выходит на всех оленеводов, и мы просто не имеем права не проводить его. Пройдет пандемия, и День Оленя мы просто обязаны проводить, а это значит, что средства должны закладывать. И, естественно, доставка продовольственных товаров на село – это вопрос продовольственной безопасности. Добавлю, решение было принято после того, как к Юрию Бездудному поступило обращение от депутатов окружного парламента. Прераспределение средств позволит защитить сельчат от возможного роста цен на продовольственные товары, а оленеводам даст возможность отметить главный праздник Тундры. Почту круга рейсам. Отныне посылки и письма в труднодоступные населенные пункты будут приходить быстрее. Это стало возможным благодаря дополнительному соглашению Почты России с Наринмарским объединенным авиаотрядом. Теперь почтовые отправления развозят по совмещенным маршрутам. Сегодня две тонны корреспонденций доставили в Нижнюю Пешу и Ому. Репортаж Алины Ваучейской. Где-то на Большой Земле почтовые чартеры – вполне привычное явление. Посылки, письма и другие грузы возят целыми самолетами. Ну а здесь, в заполярной глубинке, доставка корреспонденции выглядит именно так. Причем здесь ждут прилет каждого такого рейса. Почему? Ну, например, на этом трудяге полярной авиации в Ому привезли продукты, в основном это бакалея, бытовую химию, игрушки и, конечно, подарки к Новому году. Все это местные жители заказывают на различных интернет-сайтах. Дешевле, да и ассортимент побогаче, чем в местных торговых точках. Десятки коробок и свертков аккуратно перемещают из вертолета на землю. Грузовых автомобилей в селе немного, а потому вывозить ценные и долгожданные посылки будут несколькими партиями. Пока идет разгрузка вертолета, ознакомимся с начальником почтового отделения Омы. Мария Конюкова лично контролирует процесс разгрузки. Говорит, начиная с сентября, это уже третий чартерный почтовый рейс в Ому. Запросы потребителя растут. В основном все у нас идут посылки с интернет-магазинов. Большой поток в последнее время стал, стало популярно. Бесплатная доставка спасает с этих интернет-магазинов. Поэтому сейчас большой объем, плюс черные пятницы, конец года. Соответственно, очень много, поэтому необходимость таких чартерных рейсов каждый месяц. Следующая точка в маршруте – Нижняя Пеша. Этот куст, кстати, в числе самых активных пользователей услугами интернет-магазинов. Рейсы, зафрахтованные почтой России, отправляются сюда достаточно часто и выполняются в основном на вертолетах Ми-8. В зависимости от того, в какой населенный пункт мы летим, мы можем взять в пределах двух тонн груза, если при полной заправке. Вот как раз в этом рейсе у нас получилось две тонны, то есть 900 килограмм сюда и 1100 в Ому. Программа доставки почтовых отправлений отдельными бортами стартовала в феврале 2020-го. Из-за постоянного роста объемов посылок и грузов Почта России заключила соглашение с Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. И сначала чартерные рейсы отправлялись на один населенный пункт. А уже в ноябре появилась возможность выполнять так называемые кругорейсы. Кругорейсы нам уменьшили срок хранения, нахождения посылок в нашем сортировочном центре. То есть, если обычно нам для того, чтобы накопить нужный объем, там, тонна или две, в зависимости от борта, на каждой деревне одну, нам нужно было примерно месяц-полтора, а то и два. Есть деревни, на которых мало заказывают, но накопить все равно нужно. А сейчас эти кругорейсы уменьшили срок где-то до двух, до трех недель максимум. С появлением почтовых рейсов удалось разгрузить и сортировочный центр Нарьинмара. За период действия программы уже выполнено более 60 чартеров. Самыми активными потребителями стали жители Амдермы, Остькары, Индиги, Шойны, Неси, Омы и Нижней Пеши. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Ненинский автономный округ. Участников национального чемпионата «Обилимпикс», который проходил в очно-дистанционном режиме с 23 по 29 ноября, наградили благодарственными письмами и памятными призами. В национальном чемпионате «Обилимпикс» соревновались пять участников. Наш округ был представлен в компетенциях обработка текста среди специалистов и студентов, вязание крючком, художественное вышивание и парикмахерское искусство. Все они были отмечены благодарственными письмами Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа за участие в чемпионате. В этом году региональный этап прошел с 21 по 25 сентября. Национальный чемпионат из-за сложной эпид-обстановки также провели в регионах в конце ноября в очно-дистанционном режиме. Добавлю, Ненинский автономный округ присоединился к движению «Обилимпикс» и провел первый чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году. В этом же году на базе регионального центра развития образования был создан Центр развития движения «Обилимпикс» в округе. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентоспособности профессионального образования». В Ненинском округе продолжается убойная кампания. По информации окружного департамента природных ресурсов «Экология ПК», оленеводческие хозяйства и частники направили на убой порядка 16 тысяч голов северных оленей и произвели почти 450 тонн мяса. Это около 40% от общего плана. На сегодняшний день убой осуществляют 6 оленеводческих хозяйств округа. Это СПК «Ижимский оленевод» и компания «Капхоз Ерф», «Путь Ильича» вместе с частниками. «Харп», «Дружба народов» и «Рассвет Севера». Первыми в регионе убойную кампанию завершили оленеводы сельхозкооператива «Красный октябрь». Заготовка олениной в хозяйстве началась с 10 ноября и длилась до 5 декабря. Всего хозяйствами в рамках кампании направлено на убой 1755 голов оленей и произведено 58 тонн мяса. На этой неделе убойную кампанию планируют начать в сельхозхозяйственном производственном кооперативе Ненинская община «Канин», СПК «Индига», а также крестьянско-фермерское хозяйство «Латышев». Всего в этом году в убойную кампанию хозяйствами всех форм собственности планируется направить на убой порядка 38 тысяч голов оленей и произвести 1200 тонн мяса оленины из субпродуктов первой категории. Ежегодное любимое многими горожанами мероприятие «Гостиная-мастерская Дом Нового Года» в этом году пройдет в онлайн-режиме. Как и прежде, гостей мероприятия ждут разнообразные мастер-классы по изготовлению праздничной атрибутики. Каждые выходные на протяжении декабря все желающие могут принимать участие в бесплатных онлайн-мастер-классах на странице «Мастерская Эко-Ценао» в социальной сети ВКонтакте. Елочные и текстильные игрушки, фигурки из глины и теста и другие новогодние украшения доступны взрослыми детям. Кроме того, в рамках «Гостиной-мастерской» организаторы проводят новогоднюю ярмарку, на которой можно приобрести изделия ручной работы профессиональных мастеров. У нас сейчас каждый день публикуется одно изделие наших мастеров округа, которые предлагают в качестве новогодних подарков свои работы замечательные, сделанные с душой, с любовью, с теплом. Так что заходите на страницу «Мастерской этнокультурного центра» и там вы можете найти для себя какие-то уникальные, эксклюзивные подарки к Новому году. Следить за новостями этнокультурного центра можно в одноименной группе в социальной сети ВКонтакте. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.